Для испытания болотохода Александр Шагин выбрал пруды, образованные от речки Мулянка и саму Мулянку. Это очень мелководная узкая протока, заросшая ивняком. Места как нельзя лучше подходят для определения возможностей водного джипа. На прудах много камышовых островков, а на речке песчаное галичное дно. Задача лодки – проехать без труда и там, и там. Лодка, ее комплект, весь сборит вместе с двигателем. Конечно, стараюсь, не знаю, какими словами-то подобрать, изнасиловать как можно больше, чтобы выявились все недостатки перед тем, как можно будет на ней выдвигаться в более длительные походы по каким-нибудь северным рекам. Сейчас болотоход таранит камышовые заросли. Скорость 40 км в час сохраняется на всем пути. Проходимость высокая, винт ни разу не намотал траву. А это уже узкая протока мелководья, но и здесь мотор показал себя превосходным. Сейчас под нами глубины воды не более 10 сантиметров. В основном утаилившая почва, водоросли и заросли камыша. Болотоход ни разу не остановился. Двигатель работает на полную мощность. А винт крутится с такой силой, что все, что он встречает на своем пути, он просто разрубает и выталкивает вместе с водой. Там, где мы сейчас проехали, ну, я думаю, что даже водомет не пройдет. Вот он больше всего здесь бы имел преимущество, потому что в основной части здесь присутствует галька в реке Мулянка. Но травы много, он бы сразу встал. Пару раз на мель болотоход все же попал, но лишь потому, что проходил ее на маленькой скорости. Была бы скорость больше, джип бы проскочил и эти участки, говорит изобретатель. С мели тронуться помогла электролебедка. Александр уже много раз говорил себе спасибо за это приспособление. Вообще первое испытание, я был в восторге. Сам от первых испытаний. Почему? Потому что я добился тех результатов, которых я ожидал. А это более, более чем достаточно. Напомним, Александр Шагин создал механизм, превративший обычную лодку в водный вездеход. Испытание джип-бат прошел успешно, говорит изобретатель. Теперь на нем не страшно ехать по тем речкам, по которым вряд ли еще какое-то плавсредство пройдет. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова